Здравствуйте туристы и милитаристы. Нож складной Златоуст Аир предоставлен компанией Златоуст Аир. И на самом деле, как-то вот много было негатива в комментариях после обзора. Не согласен. Ну, вопрос цены, это всегда вопрос цены. Здесь как бы, да, по большому счету, ну, каждый для себя определяет, там, дорого, недорого, стоит нож своих денег, не стоит. Но именно, я говорю, вот с моей точки зрения, единственное, что, вот единственный момент, который лично я бы поменял, чтобы он совсем стал таким вот прям классическим, приклассическим, это я шпенек заменил бы на ногтевой зацеп, чтобы он был совсем такой уже аутентично олдскульный. Но не более того. Опять же, давайте смотреть, как будет резать и, и, и. Ну, так вот, что хотел сказать. Возникло желание побеседовать на тему примет. Ножевых примет, лично я знаю, не так-то уж и много, самые там распространенные. А почему, кстати говоря, возникло желание? Потому что меня заинтересовало слово «кузюк», опять же, связанное с Аиром слово. Почему? Потому что, ну, это я скажу, конечно же, еще и в обзоре ножа «кузюк». «Кузюк» вообще это житель Златоуста, как их называли, коренной житель Златоуста, как их называли в 19 веке. Ну, и аировцы на самом деле молодцы. Мне очень нравится, когда такой творческий, креативно-маркетинговый подход, который на самом деле людям заставляет какие-то вот именно положительные эмоции, несмотря на то, что это еще и бизнес, это еще и возможность заработать денег. Но пока не скальпельно. Пока нет такого у меня прям ощущения, что у меня в руках скальпель. То есть, вот сейчас после первых картофелин я понимаю, что первое движение было бы не будь здесь у нас тест. Я бы достал мусат и буквально чуть-чуть, пару раз прошелся бы, чтобы совсем-совсем немножко, буквально подправить. Потому что чувствуется, что нож, конечно, заточен, но вот ему самую-самую малость, чтобы он совсем летал. Ну, так вот. И что такое кузюк по-аировски? Это монетка, на счастье. На сайте златоуст-аир.ру их два вида. Самая дешевая, по-моему, там, я не помню, какой металл идет, там, латунь. Не буду врать, точно не помню. Есть серебряный кузюк и есть золотой кузюк. То есть, там, ну, по-моему, дешевый стоит там что-то порядка всего полторы сотни рублей. Это именно вот как бы такой сувенир-сувенир. А золотой, он, конечно, там уже существенно подороже. Ну, не суть. В общем, такой вот кузюк. Плюс, в златоусте на одной из улиц сделали такой, ну, как бы, как это сказать, получается, скульптура, такая здоровенная монета «Счастливый кузюк». Подарили городу такую вот монетку на счастье. Ну, и понятно, скорее всего, это пошло не только от того, что кузюками звали уроженцев златоуста, но и, конечно же, столица, клинковая столица России, город, который издавна знаменит по-настоящему своими клинками, не только ножами, но и оружием, в первую очередь. Они не могли пройти мимо самой простой, распространенной ножевой приметы. Это давать монетку, когда тебе дарят нож. То есть, когда я слышу, например, вот, с учетом того, что я люблю ножи, я считаю, что нож – это совершенно беспроигрышный подарок любому нормальному мужику. То есть, невозможно себе представить нормальному мужчину, который не будет доволен подарку ножу. Причем, опять же, нормальному такому ножу, не обязательно дорогому, но просто, чтобы это было подобрано как-то вот под его образ и под его какие-то именно там и десишные, или охотничьи, или туристические, или какие угодно потребности. То есть, я считаю, я всегда говорю, когда мне говорят, нож дарить нельзя, ну, начинается разговор с другого. Я говорю, что подарить там брату, свату, отцу, начальнику и прочее. Я говорю, как что, нож, конечно, подарить нужно. Нет, ножи нельзя, это же плохая примета. Я говорю, ну, с чего вы взяли? Плохая примета – дарить какое-то говно. Почему? Потому что человек будет недоволен, и он вам потом еще и такое же какое-нибудь говно подарит в ответ. Говорю, а нож всегда дарит человеку то, что сам хотел бы получить в подарок. Вот, ты бы хотел нож получить в подарок? Да. Говорю, значит, нож – это шикарнейший подарок. Окей. Но, говорю, раз уж на то пошло, раз уж на то пошло, то хорошо почистил картофель. Вот, ну, нет, конечно, скальпельности, потому что вот тут буквально у нас было два ножа, которые прям брили воздух на лету. Здесь именно такая нормальная, умеренная очистка, но, безусловно, не было какого-то прям такого вот, скажем, именно порыва такого, что прям так, насквозь. Ну, так вот, и чтобы исключить по данной примете сам акт дарения, что дарить это к ссоре, так как нож острый, там, пятое-десятое, чтобы исключить возможность ссоры, как правило, как вы знаете, я уверен, что для вас это совершенно привычное явление, даже когда очень близкие люди друг другу дарят ножи, то человек, которому преподносят нож в дар, он достает из своего кошелька самую мелкую монетку и, как бы, выкупает свой подарок. Таким образом, это формально считается не актом дарения, а актом купли-продажи. Ну, на самом деле, веселая примета, мне нравится, потому что это есть такой какой-то в этом, ну, есть в этом какой-то свой такой прикол, нажиманский заглюк, почему бы и нет, пускай будет. Вот как режет лучок, мне очень нравится, даже очень-приочень, совершенно меленько, совершенно миленько. К слову, о монетах. Вот, показываю. Я в школе, я вам уже говорил, что я в школе был в старших классах редкостным раздолбаем, ну, то есть, я учился хорошо, но совершенно без какого-либо прилежания. Вот, пятак, 88-го года. Единственный экзамен, который я сдал на четверку, это был эстонский язык, потому что у меня не было с собой этой монеты. Я просто ее забыл положить. А так, на все экзамены я сдавал на пятерки, потому что я в правый носок, под правую пятку всегда клал вот эти вот пять копеек. Этот пятак, он со мной сдал все экзамены. Все. Это вот моя монета, я ее до сих пор ношу в кошельке, просто на удачу. Вот, и я всегда, нужно было именно под пятку и именно пятеркой к себе вот таким вот образом поместить. И обязательно правой ногой еще и переступал порог класс. Ну, конечно, может быть, этому способствовали просто какие-то мои знания, может быть, шпаргалки, которые... Я, кстати говоря, могу сказать, что я писал всегда минимум два комплекта шпаргалок. Во-первых, просто тетрадку исписывал полностью билетами. Во-вторых, писал мелким-мелким почерком шпоры. Я никогда не пользовался шпорами на экзаменах, никогда. Но как же были благодарны мне мои друзья, которые всегда пользовались моими шпорами. Потому что я всегда сдавал первый из принципа, чтобы отстрелялся и все, свободен. Тем более у меня в носке счастливый пятак, мне вообще зачем эти шпаргалки? Но на всякий случай писал. Вы, конечно, понимаете, что я при этом запоминал материал, но не важно. Важно то, что, во-первых, я всегда сдавал хорошо, а во-вторых, кореша мне были действительно благодарны за то, что они после этого пользовались моими очень грамотно составленными профессиональными шпаргалками. Но не важно. Суть в том, что я, конечно, понимаю, что это тоже суеверие, тоже примета. На самом деле я могу сказать, что я человек, конечно, суеверный. Я говорю об этом с неудовольствием, потому что как человек верующий, я понимаю, что суеверие – это грех. Но некоторые вещи, это нужно действительно как-то вот объяснять, я не знаю, логически, как-то правильно над собой работать. Потому что вот у меня, например, юленция, она не приемлет суеверий, связанных с черными кошками. Если мне черная кошка перебегает дорогу, я всегда обойду стороной. Если я еду на машине и перебегает черная кошка, сука, я останавливаюсь, включаю аварийки и жду, пока кто-то проедет мимо. А если никто не проезжает мимо, я разворачиваюсь и еду другим путем, не волнуют. Но если у меня нет вариантов, если нет объездной дороги, если я спешу и так далее, и так далее, то есть бывает, что приходится. Я еду с очень тяжелым таким сердцем после черной кошки и долго-долго стучу. Так как дерева нету в машине, правильно, у меня не настолько богатая машина, чтобы там были где-то деревянные панели, то я стучу сперва по рулю, а потом себе по голове еще переплевываю через левое плечо, чтобы чего-то не случилось плохого. Ну, глупо, я сейчас смеюсь, в следующий раз я обязательно это сделаю. Я вам более того скажу. Мою жену, ее даже не раздражает, ее удивляет и восхищает. Совсем детское суеверие моё, совсем детское. Когда едет мимо скорая помощь с мигалками, ну, с сиреной и с мигалками, я стараюсь дотронуться до чего-нибудь красного. Ну, я не знаю, то есть, если опять же мы где-то едем в машине, я так как бы незаметно, но получается так, что как только проезжает мимо скорая с сиреной и с мигалками, она уже сразу палит поляну, она смотрит, ну, дотронусь я до чего-нибудь красного или нет. И я так аккуратно пальцем трогаю этот треугольничек аварийки, аварийного сигнала. Не нажимаю, конечно, а так прикасаюсь, но такое тоже есть у нас в семье. Как говорится, ну, имею право, почему бы и нет, если у меня какие-то вот эти вот моменты со мной связаны. То есть, по большому счету, довольно много каких-то вещей. Так, ну, огурчик у нас в квалификах совершенно зачетно. Безусловно, там, переплюнуть три раза через плечо, чтобы не сглазить. Так, какие-то, там, я не знаю, хорошие вещи. У нас сегодня помидорки аж трех разных сортов, и трех именно сортов мы и будем резать. Вот то же самое. Видите, немножко здесь под прямым углом подтормозил, под углом просто под углом очень хорошо порезал. Ну, вот, под прямым углом, на самой, как говорится, спинке, явное было небольшое подтормаживание. Вот нож, на самом деле, такой, вот мне лично ребят пофигу, там, на какие-то вот, на какую-то критику в его отношении, потому что мне действительно он нравится. Вот все равно нравится, не знаю. Хотя, конечно, я понимаю, что недешево. Ну, как бы, как есть. Ну, какие именно сейчас вот по неножевым этим. Конечно, если я просыплю соль, то я стараюсь посыпать сверху соль сахарком, чтобы не было в семье ссоры. Юля, например, она вообще говорит, нужно бросать соломку через левое плечо. Я говорю, а ты молодец вообще. Ну, ладно, я с ума схожу. Ну, вот тоже здесь вот под прямым углом я откровенно ножу помогаю. То есть, я вот эти вот, скажем, какие-то судорожные движения. Здесь вообще вот такая вот варикотомат. Называется малиновый томат. Я откровенно, вот он очень мягкий, откровенно ножу подыгрываю, подсуживаю. То есть, я вам это говорю как есть. Это, по-моему, и так видно. Давайте еще половинку вот такого. Всего будет у нас три на самом деле разных помидорки. Ну, вот по первым двум явно чувствуется, что все нормально идет. Но, по-любому могло быть лучше и стоило бы немножко, видите, и здесь то же самое. Стоило бы, конечно, немножко поколдовать над кромочкой. Тогда будет все вообще по фэн-шу. Так вот, если вдуматься, да, наверное, все. Ну, женщину с пустыми ведрами я, как правило, не встречаю по утрам. Поэтому не, ну, на этот счет особо не заморачиваюсь. Единственное, конечно, могу сказать, что когда вот я сам прихожу куда-нибудь там в цветочную лавку там рано-рано утром, или на рынок приезжаю, там в какой-то магазин захожу, и вот первый покупатель, я вижу, как у продавщиц мягче становятся лица. Почему? Потому что у продавцов есть примета. Если первый зашел мужик и хоть что-нибудь купил, но обязательно именно купил, то день будет удачным, день будет именно таким хорошим. А вот папа, паприки маринованные, прошелся как лайнер по аэродрому. Ну, совершенно спокойно. Очень даже почему же. Вот, то есть, на самом деле, какие-то вот такие вот приметы. Ну, что касаемо ножа, это, разумеется, если нож упал, даже если обычный столовый нож упал, то нужно постучать по дереву рукоятью, чтобы не пришел какой-нибудь... Чтобы какой-нибудь злой не пришел, короче говоря, чтобы не пришел какой-нибудь злой гость. Как же мне тебя резать? Хотелось бы порезать тоненько и аккуратно. Ну, вот пока что напиливается тоненько-аккуратно. Почему? Потому что именно вот так вот с таймя. Давайте попробуем ванное движение. Ну, режет мягко, но все равно какой-то особо я, безусловно, какой-то я аккуратности в этом не вижу. То есть, такая обычная, знаете, холостяцкая нарезка получилась у нас по бекончику. Опять же, что есть, то есть, никуда не спрячешь. Вот. Вот. Разумеется, мне очень нравится примета, которая касается того, что нельзя есть с ножа, потому что будешь злым. Бляховуха, если ты себе остро заточенным ножом отфигачишь пол языка, ты по-любому добрым не будешь. То есть, вот эта примета меня всегда умиляла. Почему? Потому что есть с ножа, это в принципе, ну, небезопасно. И особенно, если нож острый, здесь как бы, ну, совершенно очевидно, именно логичность того, что ты будешь злой после этого. Но давайте вспоминать еще какие есть приметы. Пишите про приметы, в которые вы верите, которые вы знаете, потому что, ну, ножи, что-то там было, я вот толком не помню, что ножи, если с ножами нельзя перекрещивать или там с вилками. Вообще, почему вокруг ножа таких много недобрых, откровенно, примет? А вот моцарелку мы порезали очень даже, очень даже хорошо. Не рассыпал, не задавил, то есть, в этом плане я доволен, конечно. Вот. Потому что нож сам по себе острый предмет, реально. Им можно порезаться, им можно, я не знаю, убить по пьяни кого-нибудь. Поэтому какие-то вот идут предметы, ну, приметы, связанные с ножами именно так. Дайте-ка я вдохну ароматы Франции. Ну, вот, я, конечно, понимаю, что это, скорее всего, нормалек, но как бы вот именно с сыра, с плесенью, я иногда, если вот так вот смотрю, какая-то плесень идет неоднородная, то я на всякий случай донышко вот это вот срезаю просто, ну, просто потому что как-то привык, опять же. Такая вот примета. Если сыр с плесенью воняет не той плесенью, то вас ждет какая-то примета. То есть, мне очень нравится, кстати говоря, примета, которую описал известный поэт Эдуард Суровый в исполнении Гаррика Бульдога Харламова. Это одна из моих, одни из моих любимых строк Эдуарда Сурового. Звучат примерно так там. Что-то такое было. Если долго смотреть на пчелу, можно узнать пчелиный секрет. Если долго смотреть на рыбу, можно узнать рыбий секрет. Если долго смотреть на охранника, можно получить пиздюлей. Это вот на самом деле просто философия жизни. Человек знает, о чем поет. Человек знает, о чем пишет. персонаж конечно Эдуард Сурова вообще шикарнейший персонаж не особо я фанат комедий клуба за редкими там какими-то исключениями мне конечно нравится очень и мне и Юле мы фанаты Марины Кровец особенно вот песня нефть, нефть, газ я люблю Россию, это просто шикарнейшая песня вообще ну просто классная но пока в России есть нефть, в Милане есть я если в Милане есть я значит в России есть нефть ну слепаков ну да ладно, давайте о приметах вот так вот если напрячь серое вещество, наверное все то есть как бы вот посчитать так ну кошка черная, ну там переплюнуть через плечо на удачу кстати говоря вот например эстонцы когда у нас говорят ни пуха ни пера ну когда желают удачи то эстонцы говорят кирикотти камень в руку то есть если у нас вот ни пуха ни пера то у них вот так звучит вот фраза именно камень ну как бы дословно вообще получается камень в сумку камень с собой но переводят все-таки камень в руку вот на самом деле на самом деле ни пуха ни пера это такая довольно своеобразная своеобразное пожелание а камень в руку я считаю ну гораздо вот именно с туристической милитаристической точки зрения это пожелание оно гораздо более такое существенно потому что человек отправляясь в путешествие держа в руках камень у него гораздо больше шансов что у него пойдет все гладко если он встречает на своем пути людей у которых нет камня в руке правильно смотрите чудо чудо дивное вот командировочная нарезка шикарно в плане это у нас твердо копченая колбаска из кабана кабанячья у нас сегодня закуска очень очень душевно режется прямо мягенько идет именно как надо как говорится то что доктор прописал какие еще приметы как я уже говорил ронять нож на свежую плитку это плохая примета вообще когда говорят вот там например связанные приметы мне нравится дарить Юле желтые розы желтые желтые зеленые розы потому что когда-то когда-то бытовала примета что это к разлуке и прочее и меня просветила опытная продавщица цветов она сказала вообще-то желтый это цвет золота и типа желтые розы это хороший подарок за тему того чтобы дом был полная чаша ну не могу сказать что прям полная чаша но с другой стороны колбаса небюджетная значит все-таки не особо-то и бедствуем если есть что порезать и есть что на хлебушек положить правильно в этом плане я сейчас могу пройтись по немножко другой философии я вообще считаю что когда человеку в жизни что-то не хватает когда человек всем недоволен ему вот не хватает денег там еще что-то еще что-то нужно всегда ну вот как бы на мой взгляд нужно помнить в каких-то очень глобальных вещах просто быть Богу благодарным за то что это я сейчас говорю уже не про приметы а вот серьезно это моя философия то есть безусловно я там как-то расстраиваюсь когда у меня какие-то ну там не получаются моменты те же самые денежные еще что-то еще что-то но вот по факту слава Богу все живы живы слава Богу все здоровы ну не считая каких-то там простуд здоровы слава Богу на голову не капает не капает есть что поесть всегда есть чем запить ну худо бедно там ездим ну машина есть какие-то колеса под задницей правильно я не знаю какие-то себе позволяем развлечения не развлечения есть время возможности желания заниматься спортом ну то есть когда самое главное нет войны ну нет каких-то вот таких вот именно глобальных моментов то есть может быть это такая немножко позиция ну там я не знаю правильная неправильная дело не в том что я там не стремлюсь при этом к чему-то в своей жизни и там стараюсь не развиваться и так далее нет дело в том что именно ну когда люди жалуются на жизнь люди жалуются на какие-то обстоятельства они очень сильно дергают тигра судьбы за усы потому что всегда есть с чем сравнить на мой взгляд я предпочитаю не сравнивать себя с какими-то там я не знаю миллиардерами потому что у них тоже богатые тоже плачут у них тоже свои проблемы и свои замороки а именно ну грубо говоря действительно же все здоровы если так глобально и слава богу правильно ну что нарываться что тут быть недовольным чем-то у меня есть очень хороший знакомый один он тренер он тренирует паралимпийцев он тренирует инвалидов вот я его попрошу кстати говоря он мне показывал видео как знаете есть такое упражнение как просто ну запрыгивать на ступень ступенька достаточно большая там ну высокая сантиметров я не знаю 50 не 50 не помню сколько там вот такая знаете и прыгать верх-низ 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 и вот когда например видишь как прыгает человек у которого из всех конечностей всего одна нога то есть у него одна нога и нет рук ты понимаешь что какие-то вот блять жалобы на отсутствие мотивации со стороны какого-нибудь знакомого офисного планктона они слегка несостоятельны потому что у человека всего одна нога и нет рук и он прыгает он тренируется делает приседания на этой одной ноге примерно вот так знаете колбаску вообще суперски порезал колбаса это капризная ровно красиво все все как полагается ну и еще немножко буквально пару кусочков мозданчика моздайчика как я говорю то есть какие-то вещи понимаете вообще вот как ты снимал я уже беседу на тему страхов я говорю самое страшное вообще в жизни что может случиться любого человека взрослого на мой взгляд самая страшная вещь которая может случиться в жизни человека это когда люди хоронят своих детей и чтобы потом как бы потом время лечит там и прочее и прочее и так далее и так далее все равно страшнее этого нет в принципе ничего это самая большая херня которая может случиться в жизни человека все остальное не важно то есть нет конечно важно и ну там но не так но не такая степень важности самое главное когда твои близкие когда твои дети живы здоровы и с ними все в порядке а остальное все ребят счастливый кузюк поможет вообще без проблем как говорится все будет ровно я извиняюсь на то что я такой вот сейчас это меня вот от примет просто перевело именно каким-то вот таким вот моментом жизни понимаете блин как же он прекрасно пахнет я обожаю сыр в котором вот такие вот дырения блин он просто он просто потрясающий вот так вот должен пахнуть сыр это именно вот не совсем такой вот какой-то заплесневелый запах а такой ну вы понимаете я сейчас просто начну слюной захлебываться на слюну исходить это реально очень-очень вкусно ну и как говорится а в Африке голый а у нас вот что быть недовольным правильно то есть как-то плюс очень много вокруг хороших людей по-настоящему хороших плюс вот я сейчас вам говорю абсолютно честно абсолютно честно я очень доволен что в какой-то момент я все-таки переборол свою стеснительность и сел перед камерой и сказал тогда еще не здравствуйте туристы-милитаристы а просто здравствуйте и снял свое первое видео потом снял второе третье четвертое по факту я познакомился с не огромным но с очень большим количеством по-настоящему классных людей таких классных людей которые меня действительно но они меня мало то что поддерживают меня еще больше я доволен что офигенные охренительные классные мужики благодаря тому что я когда-то сел первый раз перед камерой они между собой познакомились даже ездят друг другу в город в гости выпивают вместе делают шашлыки вместе обсуждать какие-то ножевые моменты вместе очень рад каким-то вот таким вот моментом а это как бы уже вообще понимаете это бонус к судьбе по большому счету то есть все же было ровно до этого работа спорт семья все круто классно тым-тым-тым и тут бах и ножи были и тут бах ты садишься и говоришь здравствуйте начинаешь снимать все это идет 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 ты попадаешь на выставку начинаешь общаться с теми с другими с пятыми с десятыми новые ножи ножи не главное ребята главное люди ну ножи это очень классно но именно вот когда меня спрашивают там что для тебя канал Архады что для тебя Архады клуб в какой-то момент ножи стали ну вообще не на первом месте то есть ну это очень здорово нас это объединяет это общее увлечение и все такое но в какой-то момент мы все поняли и я имею ввиду именно ну может быть там не все там сколько там у нас 13 тысяч подписчиков и 3000 в клубе ВКонтакте состоит ну может быть не все но несколько сотен человек ну мы любим ножи мы вокруг этого крутимся но по факту ножи уже отошли на второй план потому что на первом плане хорошее человеческое общение между нормальными мужиками правильного возраста пускай это будет от 15 там до 85 не важно вот это вот ну друг друга как-то бодрим там как-то вот друг друга поддерживаем мотивируем хвалим и прочее есть планы еще поснимать разговоры на тему именно нашего клуба как-нибудь итоговые когда будут зимние там какие-нибудь ролики сделаем а в целом ну есть приметы ну я в какие-то верю я понимаю что все это глупость но мне наверное так проще ну чем морщить лоб а вдруг вот видите не взял свой пятачок счастливый и бах и у меня четверку получил за эстонский язык фигня фигня что я в тот момент вообще на эстонском не разговаривал но реально фартануло вот расскажу еще напоследок на самом деле я шел на экзамен я был уверен что я завалю экзамен потому что особо я как бы эстонский вообще недолюбливал живя в Нарве где большинство подавляющее большинство русскоязычного населения и все эстонцы говорят практически без акцента на русском языке раньше по крайней мере так было я подумал блин вот единственный билет про который по которому я мог нормально что-то рассказать это свободное время ну потому что там довольно простой словарный запас требовался там бегаю прыгаю танцую читаю книги хожу на дискотеки там 5-10 то учу тем занимаюсь сука именно этот билет представляете попался именно эта тема я а еще получилось так что училка была молоденькая по эстонскому языку и мы буквально в предыдущую ночь мы зависали в клубе ну на дискотеке ну с ребятами с моими друзьями и она с подругой там была и мы там типа ой ну как бы не совсем девчонки мы все-таки не совсем так за пони брата но все равно все-таки если она в ту же самую дискотеку пришла что и мы то она все равно не учитель она именно как бы девушки там давайте вместе посидим посидели потанцевали без каких-то там пошлостей без продолжений просто именно вот так вот но погудели погудели знатно и вот на следующий день экзамен и мало того что я попадаю к ней и еще этот билет вот просто фартовый и я такой говорю ну что мне рассказать вам о своем свободном времени и ну просто так спокойно что-то там порассказывал четверку получил хотя только когда в Таллин переехал начал потихоньку разговаривать на эстонском и в конце концов выучил его все называется рассказал про приметы давайте ребят валяйте у кого какие приметы кто что кто как плюет через левое плечо увидимся сейчас Продолжение следует...